Министерство обороны США объявило о подписании с компанией Boeing соглашение на 471 миллион долларов на модернизацию парка истребителей F-15. Модифицированная версия под названием Super Interceptor получит новую радиолокационную станцию и кабину с обновлённым бортовым компьютером. Израиль подписал с правительством США соглашение о приобретении 12 тяжёлых военно-транспортных вертолётов CH-53K King Stallion, а также двух дополнительных самолётов-заправщиков Boeing KC-46. Израильская компания Albit Systems доставила первую партию 155-мм САУ Atmos 2000, а также бронированных машинобеспечения Вооружённым Силам Филиппин. Французская компания Nexter обратилась к правительству Индии с целью принять участие в тендере на совместное производство боевых машин будущего. Компания может предложить модернизированный Leclerc XLR на замену российских Т-72 и Т-90С. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...